Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о вакцинопрофилактике и точнее об усовершенствовании национального календаря профилактических прививок. Ну, совершим небольшой, краткий экскурс, исторический экскурс и поговорим, что же такое вакцинопрофилактика, освежим наше имеющее сознание. Предотвращение распространения инфекций с помощью иммунопрофилактики без сомнения является одним из величайших достижений человечества в области медицины. С каждым годом увеличивается круг управляемых инфекций с помощью создающихся все новых вакцин. И в настоящее время создано более 100 вакцин для борьбы с более чем 40 инфекционными заболеваниями. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вакцины предотвращают до 4,5 миллионов смертей, причем почти половина из этой цифры с помощью вакцинных препаратов, созданных за последние два десятилетия. Таким образом, ожидается, что к 2030 году мировое сотрудничество с вакцинацией может спасать каждый год до 5,5 миллионов детских жизней. Также, по данным Всемирной организации здравоохранения, на протяжении XX века средняя продолжительность человеческой жизни возросла на 30 лет. И в немалой степени это обусловлено именно проведением массовой и доступностью массовой вакцинации. Необходимо помнить, что одно из самых опасных инфекционных заболеваний с высоким уровнем смертности, инвалидности, натуральная оспа, полностью ликвидировано именно с помощью универсальной, почти повсеместной на всей территории планеты специфической вакцины профилактики. В ближайшем будущем ожидается, что такая же участь постигнет и вирусный полиомиелит. За свою историю, уже более двухсотлетнюю историю, вакцинация доказала, что это самое эффективное и экономически выгодное средство борьбы с инфекционными заболеваниями, известное современной медицине. С чего же мы добиваемся с помощью проведения вакцинации? Нам необходимо с помощью введения вакцинного препарата в организм создать невосприимчивость к инфекционному заболеванию путем имитации естественного инфекционного процесса, конечно же, с благоприятным исходом и с минимальным количеством побочных реакций. Ну и совершим небольшой экскурс в историю. И, конечно, мы все с вами знаем, что официальным годом рождения вакцины профилактики является 1796 год, когда была проведена первая крупномасштабная вакцинация. Однако в глубине истории уже можно первые упоминания найти в XII веке, когда китайские медики вкладывали оспенные струбья в ноздри здоровым людям, чтобы защитить их от серьезной инфекции, серьезного заболевания. А на Востоке содержимое пустул больных средней тяжести втирали в кожу предплечья. Черкесы и грузины, например, проводили уколы кожи здоровых также добровольцев с помощью иголок, смоченных в оспинном детрите. Возрождение моды на вакцинопрофилактику пришлось на середину XVIII века, когда впервые в Европу такой специфический метод защиты от оспы привезла супруга английского посла в Турции. И каким образом этот метод защиты был путем инокуляции небольшого количества жидкости из пузырьков с кожи больных оспой средней тяжести втирали именно эту жидкость в кожу предплечья здорового человека. Через некоторое время, конечно, человек заболевал, но он переболевал в легкой форме, быстро выздоравливал, зато после этого пациенту была не страшна никакая оспа, даже ни средней тяжести, ни черная оспа, которая уносила жизни практически 100% заболевших больных. Ну и в общем-то в то время очень длительно существовала настороженность и страх перед этим новым методом защиты, и на него решались очень немногие. Однако храбрецы находились, и в том числе среди венциносных особ, так французский король Людовик XVI под впечатлением гибели своего смерти от тяжелой оспы своего деда Людовика XV, он подвергся такому методу профилактики оспы с помощью инокуляции. Так же все прошло благополучно, он не болел оспой, как известно, и благополучно правил. А вот в 1768 году в Россию для такой инокуляции сама императрица Екатерина II пригласила из Англии лейп-медика Демидаля и провела вакцинацию себе и своему сыну Павлу. В дальнейшем этот доктор был награжден определенным титулом, ему была выплачена крупная какая-то премия, а вот современники, соотечественники императрицы, были восхищены такой смелостью ее и приравнивали ее подвиг и смелость к победе в войне над турками. Ну вот таким образом идея подобного упреждать подобным, идея такой прививок в XVIII веке витала уже в воздухе, и ее уловил английский аптекарь и хирург Эдвард Дженнер, который имел свои наблюдения, в частности за английскими такими доярками наблюдал, которые очень часто сталкивались с коровьей оспой. Он заметил, что они в дальнейшем не болеют человеческой оспой, то есть она им совсем не страшна. И он решился взять оспиный детрит из коровьей оспы, то есть у коров, и привил его восьмилетнему мальчику Джеймсу Фибсу. Мальчик тоже некоторое время в легкой форме переболел, и буквально через месяц-полтора он ввел ему содержимое апостола от больных человеческой оспой, и мальчик благополучно разрешился от болезни, поправился, и в дальнейшем не болел, ему была не страшна уже и человеческая оспа. И именно вот с этого момента зародилось и само понятие вакцинации от слова вака, корова, да, это так называемая первая вакцина получилась, и зародилась сама и наука вакцины-профилактика. Причем надо же помнить, что в то время не было известно ни об инфекциях, не было, естественно, конечно, и возбудителях инфекций, бактериях, вирусах, не об антигенах. То есть это были такие очень эмпирические наблюдения. И обосновать Эдвард Дженнер не мог свое открытие такое. Только спустя лишь 100 лет французский микробиолог Луи Пастер сумел показать миру истинную причину инфекционных заболеваний, то есть открыть бактерии и вирусы. Он сумел целенаправленно ослабить болезнетворность этих возбудителей и на этом основании создавал препараты для прививок. Конечно же, и он создавал все новые вакцины и от бешенства, от брюшного тифа, холеры, чумы, как мы видим в таблице. Но обращаясь опять же к таблице, мы понимаем, что самую эпоху расцвета вакцин-профилактика пережила в 20 веке. В начале века создавались вакцины против тех заболеваний, которые наиболее были значимы, социально значимы, уносили на большое количество жизни. Это вот в частности Кальмит и Джерен изобрели вакцину против туберкулеза. В 20-е годы создавались вакцины против коклюши, дефтериста, лобняка, уже начали применяться. В середине века, 50-60-е, уже создавались вакцины вирусные против кори, паротита, краснухи и, конечно, против вирусного полимелита. Целые эпопеи, целые команды вирусологов бились над этими вакцинами. Вот таким образом, так много дат, так много вакцин. Одна за другим создавались вакцины, которые сейчас борются за сохранение жизни наших детей и взрослых. Ну и надо обратить внимание, что последние десятилетия, то есть начало 21 века, признано как наиболее продуктивный этап в истории разработки вакцин в целом, поскольку за эти годы было создано максимальное количество вакцин. Это значимо больше, чем за предыдущие отрезки времени прошлого века. Еще несколько вакцин ожидают выхода в клиническую практику, находятся на заключительных этапах клинических исследований. То есть, в частности, вакцина будущего – это против, конечно же, СПИДа, вируса иммунодефицита человека, против малярии. Ну и, конечно, мы все ждем усовершенственную вакцину против туберкулеза, с учетом мутировавших штаммов палочки Коха, антибиотикорезистентных, не поддающихся лечению уходящих от современных химиопрепаратов. Вот такая вот получилась история эпохи создания, развития и усовершенствования вакцин. Ну и, конечно же, необходимо помнить об успехах вакцинопрофилактики. Вот на них на слайде незримо взирает и очень, по-моему, доволен своим начинанием сам Эдвард Дженнер, основатель вакцинопрофилактики. На данном слайде продемонстрированы успехи борьбы с основными тяжелыми инфекционными заболеваниями на территории Соединенных Штатов Америки. В первую очередь, это борьба с полиомиелитом. Тренд, указывающий тренд синего цвета, указывает, насколько ярко упала заболеваемость, быстро и мощно упала заболеваемость полиомиелита на территории США с начала введения всеобщей вакцинопрофилактики. Это черная вертикальная полоса, год, когда началась обязательная массовая вакцинация. И менее чем за 10 лет, а точнее за 8 лет, с более чем заболеваемостью 34,5 тысячной заболеваемостью ежегодной вирусным полиомиелитом, она упала к 62 году до 910 случаев в год. Ну, а потом вообще и исчезла, как мы знаем, да, по крайней мере с 1994 года на территории Соединенных Штатов Америки не было зарегистрировано ни одного даже завозного случая вирусного полиомиелита. Поэтому территория США, а также все страны Европы, некоторые страны западной части Тихого океана объявлены свободными территориями от вирусного полиомиелита. И это уже второй значимый успех после элиминации натуральной оспы. Последний случай, мы должны с вами помнить, был зарегистрирован в 1974 году, и с того времени мы больше на планете не вспоминали об этом грозном заболевании, против которого нет, к сожалению, никакого метода лечения. Ну, похоже, резкое снижение заболеваемости ожидало и в отношении вирусов кори, паратита и краснухи. Корь красным трендом окрашена, да, резкое падение с начала введения вакцинации, ну, создание вакцины более позднее против паратита и против краснухи. Также практически до единичных случаев регистрируется уже в конце прошлого века. Если мы коснемся успехов вакцинации советской эпохи, то мы должны вспомнить, что еще в середине прошлого века наши бабушки и родители очень много страдали от кори, да, и в их воспоминаниях кори – это было грозное, тяжелое заболевание. Наряду, конечно, с коклюшем, наряду с дифтерией, и только одна цифра – падение заболеваемости кори в 500 раз сначала до вакцинальной эпохи, до вакцинальной эры, оно уже должно в нас вселить уверенность в необходимости проведения массовой вакцинопрофилактики. И дифтерия упала в 200 раз, эпидемический паратит, эпидемическим паратитом мы стали болеть реже в 150 раз, ну и, конечно, в десятки раз коклюш снизилась заболеваемость и стал пняк. Из последних успехов проведения массовой вакцинопрофилактики это введенная в начале века универсальная вакцинация против гепатита B в раннем детском возрасте позволила добиться снижения заболеваемости в полтора раза. Это общая заболеваемость. А наиболее значима заболеваемость упала в детской популяции, то есть от 0 до 14 лет это цифра драматического падения заболеваемости в 4 и более раз. Ограничение распространения, предупреждения и ликвидации инфекционных болезней это непосредственная обязанность государства перед населением, поскольку в некоторых случаях тяжелые инфекционные заболевания могут очень быстро распространяться и они даже рассматриваются как бактериологическое оружие, которое может серьезно ослабить устойчивость страны в войне. И поэтому обязанность государства перед своим населением защитить от тяжелых инфекционных заболеваний. Основы современной российской вакцинопрофилактики и вся законодательная база определены федеральным законом об иммунопрофилактике инфекционных болезней, который был принят еще в 1998 году. Согласно данному закону государство гарантирует своим гражданам определенные права. Во-первых, мы должны, конечно, помнить, что в нашей стране вакцинация – дело добровольное, поэтому гражданин имеет право как согласиться на проведение вакцинации, так и отказаться. Причем мы должны помнить, что каждое из этого права должно быть оформлено юридически верно, письменно, подтверждаться. Также гражданин имеет право выбрать для проведения вакцинации государственную или коммерческую организацию. Вид тех вакцинных препаратов может выбрать объем проводимой вакцинации, ну, конечно же, врача, который проводит специфическую иммунизацию. При этом родитель, опекун или сам вакцинируемый имеет право получить от медицинского работника достоверную современную информацию об инфекционных заболеваниях, от которых проводится вакцинация, и о тех прививках, с помощью которых она проводится. Напротив, отсутствие прививок не влияет на оформление ребенка в детские учреждения, но те, кто отказывается от прививок, должны все равно осознавать и понимать, что в определенных ситуациях отсутствие прививок может ввести к некоторым ограничениям. В частности, при возникновении неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе или в коллективе, в организованном коллективе, ребенок, непривитой против этой инфекции, может быть недопущен к посещению коллектива на весь период карантина. Кроме того, взрослым может быть отказано в приеме на работу, связанную с высоким риском инфекции, против которых существуют также вакцины. Также в мире есть ряд стран въезд, в который запрещен без наличия определенных прививок. Отдельные страны требуют при въезде наличие проведения вакцинации в соответствии со своим национальным календарем профилактических прививок. В федеральный закон, кроме юридической базы, непосредственно входит и конкретно закрепленная определенная схема обязательной, бесплатной вакцинопрофилактики, которая оформлена как национальный календарь профилактических прививок. И он подвергается регулярным обновлениям, усовершенствованию. И вот, в частности, совсем недавно произошло такое усовершенствование календаря и новый приказ обязал нас работать по новому календарю. Это приказ номер 125 Н от 25 марта 2014 года об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Согласно этому календарю государством гарантировано проведение вакцинации против 12 управляемых инфекций. Календарь наш расширился на еще одну инфекцию. Вот таким образом выглядит этот календарь. Красным шрифтом выделены те изменения, которые в него его коснулись. Это внесение двухкратной вакцинации против пневмококовой инфекции в два месяца и в четыре с половиной месяца. Мы с вами видим в два месяца и в четыре с половиной месяца против пневмококовой инфекции, а также обязательная ревакцинация против пневмококовой инфекции в 15-месячном возрасте. Кроме того, обращаю ваше внимание, что отменена вторая ревакцинация против туберкулеза в декретированном сроке 14 лет. Это сделано потому, что по статистике дети-подростки к этому возрасту уже практически все имеют положительную реакцию МАНТУ. То есть, значит, они были инфицированы либо естественным путем, либо чаще всего, понятно, у них уже имеется поствакцинальная аллергия. Поэтому нет необходимости дополнительно их ревакцинировать против туберкулеза. Более понятным выглядит тот же календарь нас наш новый календарь. Вот в такой схеме мы с вами видим, что четко закрепленные даты, когда необходимо проведение тех или иных вакцинаций. Вот красным, опять же, я говорю, выделены нововведения. Это вакцинация пневмококовой конъюгированной вакциной в двухмесячном возрасте, а также в четыре с половиной месяца в комбинации с имеющейся вакцинацией против коклюши-дефтери столбняка, инактивированной полимелитной вакциной и для групп риска хип-вакциной. Не забывайте, уважаемые коллеги, что хип-вакцина вводится детям в декретированные сроки наряду с традиционной АКДС и полимелитной вакцинацией в три, в четыре с половиной и шестимесячном возрасте с ревакцинацией в полтора года. И вот здесь приведены перечислены те группы риска, которым необходима защита от гемофильной инфекции. Это различные заболевания, сопровождающиеся иммунодефицитным состоянием, это пациенты с отсутствующей или функциональной асплинией с отсутствующей селезенкой, это рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией, также дети из домов ребенка. Вот довольно широко представлен и список вакцин, проводимых по эпидемическим показаниям. Здесь указаны возраста, с которых может начинаться эта вакцинация при возникновении неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе. Кроме того, необходимо сказать, что в некоторых областях нашей страны приняты свои региональные календари профилактических прививок. Конечно же, зачастую, и часть всего, они значительно шире, чем общий российский национальный календарь. И вот наиболее образцово-показательно выглядит календарь Свердловской области, который защищает своих детей от 16 вакцин управляемых инфекций. Но учитывая их неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию по клещевому энцефалиту, дети, начиная с полутора лет, в обязательном порядке прививаются от этой инфекции. Кроме того, внесена обязательная вакцинация против ветряной оспы. Уже несколько лет как они прививают и от гемофильной палочки в обязательном порядке, и от пневмококовой инфекции, и даже от ротовирусной инфекции. Причем они пионеры в том смысле, что они развивают вакцинопрофилактику как культ здорового образа жизни и изыскивают различные средства для проведения ее средства и не только из бюджета, но и из средства страховых компаний, средств самих каких-то рабочих коллективов, а реклама о проведении вакцинации, реклама о проведении вакцинации, о том, чтобы пациенты пришли, о том, чтобы граждане пришли провакцинироваться, можно встретить на улице в виде баннеров, в виде различных реклам в общественных местах, в транспорте, и даже придя на просмотр в кинотеатр, вы можете встретить призыв прийти и пройти профилактическую вакцинацию. Такие же календари региональные существуют в Московской области, в Липецкой, в Ханты-Мансийском округе. Кроме того, в некоторых регионах, согласно целевой программе вакцины-профилактика онкологических заболеваний, были привиты девочки-подростки против папиломовирусной инфекции, и эти программы существовали в различных областях и регионах. Давайте коснемся сравнения нашего национального календаря профилактических прививок с таковыми подобными календарями развитых стран. И надо сказать, что здесь наши календари принципиально не различаются, однако в большинстве стран практически везде вакцинация начинается в раннем возрасте уже с двух месяцев жизни. Это обосновывается тем, что первичная вакцинация должна быть закончена до начала социализации ребенка, а именно до полугода жизни, когда дети уже вместе с родителями выходят в свет, у них увеличивается круг общения, а это значит происходит увеличение контактов, обсеменение и увеличивается риск развития тех или иных инфекционных заболеваний. Конечно же, календари развитых стран включают большее число вакциноправляемых инфекций. Все дети на первом году жизни в обязательном порядке прививаются и от гемофильной инфекции ТПБ, и от пневмококовой, зачастую от менингококовой инфекции. Старше года обязательно прививка от ветряной оспы в подростковом возрасте от папилом вирусной инфекции. И учитывая такое обилие инфекций, которых необходимо привить детям уже с раннего возраста, используются очень широко комбинированные вакцины. Также наиболее широко представлен календарь, например, в Соединенных Штатах Америки, и поэтому его пришлось даже разделить для отдельных категорий, возрастных категорий и отдельных категорий социальных и групп риска. Он разделен у них для детей до семилетнего возраста, подростков отдельно, взрослых, и для людей с определенными хроническими заболеваниями. Но надо сказать, что, учитывая неблагоприятную ситуацию в нашей стране по туберкулезной инфекции, мы должны с самого рождения иметь эту прививку в нашем календаре, а вот в развитых странах практически ее нигде и не встретишь. В Соединенных Штатах Америки вакцинируют рожденных детей в трехдневном возрасте только из групп социального риска, а также выезжающих в регионы с высоким уровнем заболеваемости. Обращает внимание дополнительная ревакцинация против коклюша в связи с подъемом заболеваемости в младшем школьном возрасте, в подростковом возрасте и даже у взрослых. И это привело к необходимости введения в большинстве развитых стран дополнительной второй ревакцинации против коклюша, а иногда даже и третьей ревакцинации в подростковом возрасте. С учетом изменяющейся эпидемиологической ситуации, а также с учетом новых успехов и создающихся новых вакцин регулярно, практически ежегодно календари развитых стран подвергаются обновлению. Ну и кроме того, необходимо сказать, что такие широкие календари, массовые календари, объемные, они предусматривают различные формы, совершенно различные формы финансового обеспечения, то есть средства изыскиваются из разных видов национального бюджета, страховых компаний и так далее. Ну вот обратимся например к календарю профилактических прививок Соединенных Штатов Америки детей первых шести лет жизни. Замечу, он обновлен совсем недавно в начале этого года. Надо сказать, что объяснить желтым цветом заштрихованной ячейки так называемой догоняющей вакцинации, то есть в этом возрасте прививаются те дети, которые не успели это сделать ранее против данных инфекций. Красным цветом выделены прививки для детей из групп риска, то есть имеющие различные формы хронических заболеваний. Что в первую очередь обращает на себя внимание? Ну, конечно же, большее число инфекций, против которых прививаются дети Соединенных Штатов. в Соединенных Штатах. Затем вакцина против гепатита B, учитывая также пока неуверенную неблагоприятную эпидситуацию по гепатиту B, вводится с рождения. Но в дальнейшем, смотрите, вторая вакцинация и третья, она не строго конкретно в определенном декретированном возрасте, она так называемая плавающая. И то, что мы переживаем, если наша схема у ребенка нарушена, если мы не успели провести третью вакцинацию в 6-7 месяцев, мы считаем, что она уже пропала, то вот в Америке третья вакцинация может вводиться в возрасте начиная от 6 до 18-месячного возраста. Это считается совершенно оптимально и совершенно нормально. Они за выработку иммунитета совершенно не опасаются. Посмотрите, как прививается ребенок в 2 месяца жизни. Ему вводится, конечно же, с использованием комбинированных вакцин и пароральная вакцина от ротовирусной инфекции, от комбинированной вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной палочки и полимейлитной вакцины. Полимейлита это зачастую пентагекс вакцины, ну и отдельно пневмококковая конъюгированная вакцина. Дальше с интервалом двухмесячным проводятся повторные вакцинации. Что еще обращает на себя внимание? Противогриппозная вакцинация с 6-месячного возраста проводится обязательно ежегодно. Обязательная вакцинация в год наряду сколь-красной хипаротит и также квадривалентная вакцина против ветряной оспы. Ну и обязательно две дозы против гепатита А. Вот таким образом более схематично и понятно и близко показана необходимая схема вакцинации для обывателя. вакцинации здесь следует обратить внимание на картинку с жизнерадостной молодой мамой ожидающей пополнения. И если обратиться к тому к чему она призывает что необходимо пройти вакцинацию и самой беременной маме в третьем триместре против коклюша. Это так называемая популярная в Америке коконная вакцинация защиты еще нерожденного малыша новорожденного и раннего детского возраста против коклюша прививаются как сама мать так и взрослые бабушки дедушки отцы но конечно это с учетом имеющихся в арсенале против коклюшных вакцин для взрослых со сниженным уровнем дифтерина столбнячного анотоксина так называемые TDP вакцины которые мы только ожидаем в ближайшее время к лицензированию в нашей стране. Следующий возраст это дети подростки должны вакцинироваться вот таким вот образом это декретированный срок 11-12 лет когда обязательно ревакцинация против коклюша дифтерии столбняка опять же ежегодно против гриппа и обращаю ваше внимание в этом же возрасте вакцинация против папиллом вирусной инфекции обоих полов и мальчиков и девочек ну и обязательно введение конъюгированной вакцины против менингококковой инфекции ну а желтым цветом опять же в другие возраста проводится догоняющая вакцинация вот таким вот образом выглядит схематично календарь вакцинации желтым здесь наоборот желто-оранжевым трендом указана обязательная вакцинация мы видим это в 11-12 лет в этом возрасте должны дети получить все положенные вакцинации следующая схема прививок вакцинации взрослых и мы с вами видим насколько она широко представлена кроме ежегодной вакцинации обязательно ежегодной вакцинации против гриппа ревакцинации коклюша дифтерии столбняка взрослые не получившие ранее должны привиться от ветряной оспы до 50-летнего возраста женщины от вируса полиомиелита человека у мужчин это только до 20-ти лет и особое отношение к пожилым старше 60-ти лет необходима вакцинация против опоясывающего герпеса а старше 65-ти лет это одна доза пневмококковой полисахаридной вакцины ну а остальные вакцины заштрихованные ячейки да это в частности пневмококк менингококк гепатит а и b это относится к группам риска вот и впч старше 20-ти лет это только для проведения вакцинации для групп риска каковы же группы риска вот они выговариваются в отдельной достаточно обширной схеме вакцинации оговариваются свои своеобразные системы вакцинации для беременных для заболеваний сопровождающих иммунодефицитные состояния ВИЧ-инфекцию хроническую сердечно-сосудистую легочную печеночную патологию пациентов находящихся на гемодиализе пациентов с сахарным диабетом даже людей с определенного образа жизни гомосексуалисты необходимо провести вакцинацию против определенных инфекционных заболеваний ну и конечно же особое внимание обращается на медицинский персонал если мы обратимся к национальному календарю вакцинации Великобритании он конечно же отличается и от нашего и от американского календаря и он кажется некоторым образом таким скромным очень аскетичным слишком мало возрастов мало сроков необходимой вакцинации но если более детально обратиться мы видим что в каждом этом возрасте декретированном возрасте проводится очень объемная широкая вакцинация против как минимум 7-8 инфекций например в 2 месяца это такая же как и в Америке АКДС инактивированная полимелитная вакцина гемофильная пневмококковая ротовирусная а в 3 месяца учитывая неблагоприятную эпидситуацию в Англии обязательное введение конъюгированной вакцины против менингококкового менингита в дальнейшем в годик проводится наряду с обязательной первичной вакцинацией корь-краснух аппаратит сразу же проводится ревакцинация и конъюгированными вакцинами против капсульных микроорганизмов капсульных бактерий пневмокок менингокок гемофильная палочка ну и чуть отсроченная в дальнейшем ревакцинация АКДС корь-краснух аппаратит и обращаю ваше внимание также обязательная вакцинация подростков но здесь именно только девочек против папиллома вирусной инфекции вот таким образом выглядят календари ведущих стран календари обязательных прививок мы с вами рассмотрели его сегодня в следующей лекции мы коснемся с вами тех перспектив которым мы дала тех перспектив которым мы стремимся будем стремиться в ближайшие годы чтобы совершенствовать в дальнейшем наш национальный российский календарь а также обратимся к сконцентрируемся на вакцинации против пневмококовой гемофильной инфекции за счет тех инфекций именно тех инфекций которых расширили против которых расширили наш календарь спасибо за внимание уважаемые коллеги ждем вас на следующих наших лекциях лекциях вакцинации Продолжение следует...